Вот Песков заявил, что рейтинг Путина зыждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников. Вот как, на реальных делах. Интересно, вот почему у Пескова никто не спросит, а реальные дела? Один раз, помню, журналист спросил, он не смог ничего рассказать Песков. Он что-то про Крым там говорил, Крым наш. Вот на каких делах-то? Ну пусть вот он про какие-то дела расскажет. Какие дела-то у Путина, кроме уголовного? И заявил Песков, что послания Путина в федеральном собрании в феврале не будет. Представь себе, 2021 год. Послание должно было быть сделано в 2020 году. Это ежегодное послание, то есть это послание за 2020 год, уже прошедшее. Не подведение итогов. Оно должно в начале года делаться, чтобы сформировать, так сказать, повестку. Чтобы политическую повестку сформировать. Бюджет Дума принимает, да, согласовывает Совет Федерации, Путин его подписывает, этот бюджет на следующий год. То есть это экономическая стратегия, хотя понятно, что у них нет никакой стратегии. А послание это политическая стратегия, ибо по Конституции президент является, так сказать, тем, кто навязывает свою волю и во внешней, и во внутренней политике. Если у нас только Песков общается с прессой, то здесь, пожалуйста, президенты выходят непосредственно раз-два в неделю, какое-то заявление делают, или перед прессой напрямую общаются. Я думаю, у них кончились мультики, и они не знают, что можно предложить. Предложить нужно что-то такое глобальное, значит, он до 2024 года еще должен сидеть. Сейчас только 2021 год начался, то есть 3 года. Нужно какое-то глобальное предложение делать, нужны какие-то плюсы. А тут, видишь, одни минусы. Трампа не выбрали, ковид продолжает фигачить, все хреново. Байден какими-то, может быть, санкциями подобрежет северным потоком, но давай ничего не понятно. А все эти ракеты, знаешь, уже не производят впечатления. Есть еще один козырь всегда в кармане. В Кремле пообещали парад победы в 2021 году. То есть, ракеты, парад победы и так далее. Извини, я перебил, ты насчет Навального говорил, а я тут с этим парадом. Одни минусы, понимаешь, куда нет книз, везде непонятно. Какие там итоги подводить, куда там опять пургу угнать. Если бы там они были, допустим, столица была в Нижнем Новгороде, но, видишь, тут большая дата. Горький был основан, ну, Нижнем Новгороде, в 1221 году. У них сейчас большой юбилей в этом году. То есть, есть чем. А вот в Москве, как бы, уже все это прошло. Некуда ткнуться. Я думаю, просто говорить мне не о чем. Хотя, видишь, одно дело, Песков что-то там сказал, ему там тоже, знаешь, доверия нету. Сейчас они, значит, подождут там вот этого суда с Навальным. Там 20-го числа же должны ему там, я так понимаю, либо дать срок, либо под домашний арест, либо куда-то отправить уже. Непонятно, как западные товарищи отреагируют, как там внутренние войска отреагируют. Вот, я думаю, просто ждет. А там он и в марте, и в апреле может сказать, там, сослаться на состояние здоровья, на еще что-то.